В связи с развитием сотового рынка, естественно, сейчас в России более 40% проникновения сотовой связи. Это говорит о том, что это достаточно большая аудитория, практически все, кто имеет возможность принимать решения. И многим компаниям действительно хочется сэкономить на какой-то рекламной компании, не использовать видео, радио, телевизионные, скажем так, печатные СМИ. И, естественно, возможность воспользоваться не всегда правомощными, а точнее всегда неправомощными вариантами рассылки спама. Через СМС она, скажем так, им интересна. С этим надо бороться. Какими методами? Ну, как бы, это здесь уже много есть вариантов. Однозначно, к сожалению, в нашей стране, наверное, скажем так, если не будет уголовной наказуемости, то, наверное, может быть другие варианты, там, денежного штрафа. Они вряд ли возымеют действие. Здесь единственный момент, то, что необходимо, конечно же, понимать, что это не очень нелегкий процесс. Поймать подобных, скажем так, деятелей очень тяжело. Наказать компанию, которая указана в рекламе, еще сложнее, потому что она может всегда сказать, что это заказ конкурента. Поэтому здесь достаточно большая работа. Естественно, здесь должны быть и штрафные санкции для того, чтобы потом оплатить, в принципе, работу тех людей, кто этим занимается. Ну, и, вторых, наверное, какая-то административная или уголовная наказуемость. Рынок отреагирует на это спокойно, потому что это, наверное, не первая инициатива законодательная, на которую приходится тем или иным образом реагировать и Мегафону, и, в общем-то, нашим коллегам. Но, конечно, мы будем приветствовать любые изменения, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь наших абонентов комфортнее и, в общем-то, повысить удобство использования услуг. Мы, безусловно, негативно относимся к спаму, к необдуманному, неконтролируемому спаму и определенные усилия прилагаем для того, чтобы бороться с этим явлением в нашей сети.